Всем привет, с вами Давилович. Сегодня новый обзор. Сегодня продолжаем разговаривать про твердотельные накопители объемом 240 гигабайт. Сегодня на обзоре у меня SSD от компании Apasser, моделька AS340. Погнали! Друзья, на моем канале вы уже могли видеть обзор данного накопителя, но в исполнении на 120 гигабайт. И тогда он мне понравился не очень, честно вам скажу. То есть те характеристики, которые показал накопитель на 120 гигабайт, меня не удовлетворили. Но в данный момент SSD накопители потихоньку дешевеют, но я не мог пройти мимо версии на 240 гигабайт. Тем более цена была очень привлекательная. И вдруг все-таки на 240 гигабайтной версии накопителя что-то изменилось в лучшую сторону. Поэтому мы с вами сейчас это все проверим. Предлагаю посмотреть, что находится внутри. Далее мы сделаем тесты, а потом будем подводить итоги. Накрепитель от компании Apasser. Моделька Panzer AS340 поставляется вот в такой вот крупной коробке. На лицевой стороне мы видим Pantero. Объем 240 гигабайт. Наименование Panzer. И моделька AS340. Также поддержка SATA 3.6 гигабайт в секунду. Сверху по бокам у нас только модель, либо производитель. На обратной стороне у нас информации уже побольше. Также имеется русский язык. Стандартный твердотелен накопитель. 2,5 дюйма. Может с легкостью заменить жесткий диск без необходимости наличия дополнительных приводов. Имеется вот такое вот обозначение. То есть здесь у нас сравнивается SSD накопители с жесткими дисками. И показывается насколько SSD быстрее и удобнее. Итак, смотрим дальше. Здесь нам говорится, что можно использовать USB 3.0 при наличии переходника. Гарантия 3 года. И адрес производства это у нас Тайвань. Все, имеется белая наклеечка с парт номером и серийным номером накопителя. Ну и в принципе-то больше ничего интересного здесь нет. Накопитель у нас запакован. И от вскрытия его защищают 3 наклейки. То есть одна здесь, вторая здесь, по бокам и сверху. А другая закрывает круглая снизу. По этим наклейкам можно всегда определить, скрывался ли накопитель до вас или нет. Поэтому перед покупкой обязательно это все дело проверьте. Итак, все наши пломбы вскрыты. И давайте посмотрим, что же ждет нас внутри. Итак, внутри у нас полностью пустая коробка. И накопитель поставляется вот в таком вот блистере. Что примечательно, по моим обзорам, если вы видели уже модельки на 120 гигабайт, то есть все поставляются вот в таких вот блистерах и имеется вот такой вот пустой отсек. В нем, я предполагаю, должен размещаться переходник SATA интерфейсов на USB 3.0. Но в нашей модели он не предусмотрен. И сколько накопителей у меня от компании Passer не было, таких пленников в комплекте просто нет. Итак, давайте достанем наш накопитель и посмотрим, что он себя представляет. Итак, накопитель у нас выполнен в металлическом корпусе, то есть такой даже тяжеленький. На лицевой стороне у нас имеется наклейка полностью на всю площадь, на котором изображена пантера и называние накопителя. И указан бренд Appasser. Все, на обратной стороне имеется наклейка уже с более обширной информацией. Здесь у нас указан производитель, объем 240 гигабайт, парт номер. Снизу я предполагаю, что это у нас серийный номер и международная сертификация. Все, то есть также нас предупреждают, что при удалении данной наклейки мы лишаемся гарантии. Гордина пломба также присутствует, она располагается вот здесь. И поэтому будьте с ней предельно аккуратны. Что примечательно, то накопитель от компании Passer имеет вот такую вот заглушку на SATA разъемы. В принципе, сама заглушка, она бесполезна, потому что вы после установки, данная заглушка просто у вас вылетает в урну. Она не нужна. Поэтому не скажу, полезна ли эта штука, но сам факт, что она здесь есть. Ну что, друзья, на этом в принципе все. Давайте переходить к тестам. Накопитель Passer AS340, объем 240 гигабайт у нас установлен. Давайте его инициализируем через управление дисками. Так, смотрим, нажимаем ОК. Возу 223, 57 гигабайт. Создаем простой Tom NTFS для того, чтобы приступить к нашим тестам. Ждем, пока он форматируется. Все в порядке, готово. И теперь запускаем SSD Live Pro и смотрим, какие показатели он нам покажет. Моделька у нас определилась верно. Все в порядке, включение всего 5. Trim поддерживается, включен. Ну а время работы и количество записанных данных здесь не поддержатся, потому что это у нас самый бюджетный накопитель, причем на TLC памяти. Итак, с этим разобрались. Далее запускаем SSD Z и смотрим, какие характеристики у нас здесь покажет нам данная утилита. Итак, накопитель определился, прошивка есть, но ни контроллера, ни память здесь, к сожалению, не определяют. Температура 38 градусов в порядке, остальные все характеристики у нас верны. Если мы посмотрим Smart, то у нас абсолютно новый накопитель, который не проработал ни одного часа. Ну а все показатели, они все те же, что и нам показала утилита SSD Live Pro. Итак, теперь переходим к утилите CrystalDiskMark, которая нам покажет скорость чтения и записи на данном накопителе. На абсолютно пустом накопителе в 5 прогонов по 1 гигабайту запускаем тест. Поехали! Тесты подошли к концу, мы видим, что у нас чтение 561 мегабайт в секунду, а скорость записи 339. Заявлено было на чтение до 505, здесь у нас показатель превышен, а скорость записи была заявлена 410. Здесь у нас скорость, к сожалению, пониже почти на 100 мегабайт в секунду. Но, по моей практике, данный накопитель не отличался высокой скоростью в модели на 120 гигабайт. Поэтому, я думаю, здесь все упростительно и показатели все равно достойны. Теперь делаем наш стандартный тест, это копирование папки объема 26 гигабайт на наш накопитель и смотрим, как поведет себя скорость записи. В этом случае давайте смотреть. Итак, скорость стартует с отметки 320 мегабайт в секунду, ну и смотрим, что будет дальше. Скорость у нас продолжает держаться на отметке 300 мегабайт в секунду, это меня очень радует. Вероятно, здесь у нас буфер не переполняется. Кстати, вот сейчас заметил, в накопителе внутри светится светодиод красный. Итак, половина у нас заполнена, но скорость у нас так и не упала. Ну и до конца у нас скорость полностью держится на отметке 320 мегабайт в секунду, и это очень радует. То есть, сейчас мы будем наполнять данные накопитель до 50% объема и делать новый тест CrystalDiskMark. При копировании второй папки такого же объема на накопитель, скорость продолжает держаться в тех же самых пределах. Сейчас она немножко подросла, 320 мегабайт в секунду средняя скорость, но это очень хороший показатель для такого бюджетного накопителя, который причем показал не очень хорошие скорости записи. Но опять же у нас сейчас скорость записи соответствует той, которую показала утилита CrystalDiskMark. При копировании этого же объема в третий раз, скорость у нас показывает точно такие же показатели, что и в первый раз. И во второй раз скорость у нас стабильно держится на отметке 320 мегабайт в секунду, и это очень хороший показатель. Давайте смотреть дальше. Ну а при копировании такой же папки в четвертый раз нас ждет сюрприз. Видимо, все-таки ресурс копирования и ресурс того буфера, который там есть, либо объема накопителя пустого хватало для высоких скоростей, то сейчас скорость у нас резко упала до 50-70 мегабайт в секунду. И это не может не огорчать меня, потому что в самом начале прям вот эти вот три копирования этих файлов, то есть скорость не падала и держалась на 300 мегабайт в секунду, это было очень классно. То теперь скорость 70-80-60 мегабайт в секунду, это скорость ниже, чем у жесткого диска. Поэтому давайте смотреть, что же у нас будет в итоге до конца копирования. И как мы можем увидеть, до конца копирования скорость уже не поднимается и держится все тех же 60-70-80 мегабайт в секунду. Ну, я думаю, сейчас сделаем тест CrystalDiskMark'ом после заполнения на 50% и будем подводить итоги. Итак, накопитель у нас заполнен, сейчас посмотрим, это на 48% И теперь давайте запускаем заново тест CrystalDiskMark'ом, чтобы посмотреть, как изменились скорости в процессе заполнения накопителя наполовину. Погнали! Тест подошел к концу и, как мы можем видеть, скорость записи значительно упала с 339 до 142 мегабайт в секунду. Скорость чтения осталась на прежнем уровне. А это значит, что с заполнением своего объема накопитель серьезно теряет скорость записи. Если на пустом накопителе 339 мегабайт в секунду скорость записи это еще достаточный уровень, достаточно высокий уровень, то 142 мегабайт в секунду на запись для SSD накопителя, я считаю, это уже низкий уровень. Ну что, давайте подводить итоги. Вы сейчас увидели все цифры сами, 560 на чтение, 340 на запись, несмотря на то, что скорость записи была заявлена выше, но накопитель все-таки показал себя хорошим, твердым таким середнячком. Причем при копировании большого объема данных скорость держалась на хороших, достойных 320 мегабайт в секунду. Но, опять же, не без подводных камней. При заполнении на 50% накопителя скорость резко падает до 60-80 мегабайт в секунду. Блин, и это очень мало, ну это, блин, реально мало. Да, это связано только с большими объемами данных при постоянном копировании, потому что буфер накопителя не успевает очиститься, данные хранятся в нем, и уже новые данные записываются с очень низкой скоростью. Со скоростью, блин, ниже, чем у жестких дисков, как так. И в данном случае, в этот раз, накопитель меня все-таки не порадовал. Несмотря на то, что он имеет достойные показатели скорости чтения и записи на пустом накопителе, и на накопителе до 40% заполнения, то потом скорости у нас резко падают. И, блин, ну как так? И именно здесь проявляется его низкая цена, а, соответственно, использование дешевого контроллера, который, к сожалению, узнать мне не удалось, потому что, чтобы вскрыть накопитель, придется потерять гарантию. А я этого не хочу. Пусть она здесь всего 2 года. Покупать данный накопитель или нет, решать только вам. Сейчас я вам показал все цифры, как копируют, какие скорости, как резко скорость падает. Опять же, лично себе я бы такой накопитель уже не купил. Ну, а на этом, друзья, все. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Вступайте в группу ВКонтакте. И до новых встреч. Пока-пока. Кстати, данный накопитель я купил в интернет-магазине Online Trade. Ссылка будет под этим видео, поэтому заходите, смотрите, сравнивайте и покупайте.